Всем привет, с вами Ваня, и вы смотрите продолжение гайда по Билдкрафту. А сейчас речь пойдет об абсолютно новой концепции в третьем Билдкрафте, о сборочном столике. Во втором Билдкрафте ничего подобного не было, и давайте этим уже займемся. Из алмазной шестеренки, алмазика, рестончика и обсидиана по краям мы получаем ассембли тейбл. Соответственно, точный перевод на русский язык как раз сборочный стол. Еще нам потребуются вот такие лазеры, опять же, рестон, алмазы и обсидиан. Лазеров мне сейчас потребуется 5 штучек. И еще есть один интересный рецепт, это кабалстонная структурная труба, делающаяся, соответственно, из кабалстонной трубы и гравия. Давайте возьмем себе стек этого штуки и посмотрим на нее. Это труба, которая ничего не проводит, но при этом она является трубой. Эта штука нам сейчас потребуется. Давайте возьмем наши 5 лазеров. Каждый лазер потребляет по 4 джоуля за тик. А вот эти вот 4 мотора выделяют по 5 джоулей за тик. Соответственно, здесь силовая установка выделяет 20 майнкрафтовских джоулей за тик. И вот эти 5 лазеров их потребляют. Я их размещу вот на этой трубе, соответственно, они сейчас будут получать энергию из этой трубы. Вот этот вот лишний кусочек. И размещу под ними сборочный столик. На самом деле это не абсолютно точно необходимый сетап. Просто эти лазеры должны быть достаточно рядом со столиком и получать энергию. Давайте посмотрим на его интерфейс. Интерфейс простенький. Слева место для ингредиентов. Справа место для указания цели, что именно мы собираемся производить. И посередине движочек, который показывает текущий прогресс. Давайте возьмем железо, редстоун. И мне, наверное, потребуется некоторое количество краски. Положу редстоун на столик. Из редстоуна столик может делать редстоунные чипсеты. Редстоунный чипсет это редстоунный набор микросхем. Левый клик мышки. Мы сказали, что мы хотим производить редстоунные чипсеты. И лазеры заработали потихонечку, переходя из красного режима. То есть ему не хватает энергии в режим синий. То есть энергии полностью хватает. И, соответственно, стол начал производить редстоунный чипсет. На самом деле эти лазеры просто преобразуют вот эту энергию из трубы или из моторов в энергию, которую может потреблять столик. И потихонечку создают нам один редстоунный чипсет. Сейчас столик этот редстоунный чипсет выплюнет. Ну и для того, чтобы он его вот так вот не выплевывал, Рядом с ним можно расположить сундук. И тогда все то, что он производит, он тут же начал производить редстоунный чипсет и дальше, потому что в данный момент это его единственная цель. И, соответственно, он его сейчас произведет и положит в этот сундук. Если положить сюда еще и кусок железа, то есть одного куска железа и одного куска редстоуна, столик может создать железный редстоунный чипсет. Соответственно, когда мы указываем несколько целей, стол начинает их производить по очереди. Все цели по очереди. Соответственно, если я положу сюда все железо, которое у меня есть, и красную краску, то из одного редстоуна, одного железа и одной красной краски мы производим 8 трубных проволок. Это красная трубная проволока и производится достаточно быстро, она очень дешевая по энергии. А редстоунные чипсеты уже, вот вы видите, 5 лазеров полностью запитанных, производят железные чипсеты не то чтобы очень быстро. Соответственно, из редстоуна и алмазов, давайте возьмем еще и золота, потому что из редстоуна и золота. Из золота у нас производятся, соответственно, золотые чипсеты, а из алмазов у нас производятся алмазные. Так вот, алмазные уже совсем дорогие, и дело в том, что алмазные мы будем производить достаточно долго. Поэтому давайте я возьму уже готовых произведенных чипсетов и посмотрим, что из них можно сделать. Кстати, нам точно так же потребуется и уже готовая проволока. Из одного редстоунного чипсета можно сделать вот такие вот, это называется гейт, точный перевод ворота, но более правильный перевод был бы либо логический элемент, либо, судя по тому, что эта штука делает, это сенсор. Из железного чипсета и красной проволоки можно сделать железный элемент или сенсор. Давайте я уберу все, что здесь лежит, для того, чтобы у нас была возможность указывать цели. Ну и, соответственно, из красной проволоки, золотого чипсета и синей проволоки мы можем сделать золотые элементы. Соответственно, если мы добавим зеленую и желтую проволоку, то мы сможем делать алмазные, из алмазного чипсета. Соответственно, эта проволока потребляется. Ну и проволока делается из редстоуна, железа и соответствующей краски. Давайте сделаем вот так вот. И сейчас нам производят рационные чипсеты. Давайте попросим, а железное не делать? Ну, проволока производится достаточно быстро. И, соответственно, все то, что мы напроизвели, помещается в этот сундук. Но так как процесс производства достаточно долг, а то, как производить, я уже показал, давайте возьмем уже готовую продукцию этого столика и начнем ее использовать. Соответственно, первая штука это просто гейт, просто элемент, или же, ну, на самом деле это сенсор. Давайте разместим его вот на этой трубе. Их можно размещать только на трубах. И посмотрим на его интерфейс. Интерфейс простенький, состоит из двух частей. Слева условия, справа действия. На этой трубе у него есть только два условия. Одно условие, труба пуста. Соответственно, это условие практически всегда ложно, потому что почти всегда в этой трубе есть энергия. Вот иногда оно моргает, говорит, что да, труба пустая, но очень ненадолго. И единственное действие, рестонный сигнал. Давайте посмотрим, будет ли он вообще испускать рестонный сигнал на трубе, по которой практически всегда течет энергия. Если он будет его испускать, то эти лампы, ну да, вот они иногда мигают, да, иногда это условие истина. И, соответственно, второе условие, которое бывает на такой трубе, это по трубе идет энергия. Соответственно, это условие практически всегда истина. Ну и все, больше ничего на этой трубе нет. Точно так же на трубе, по которой течет жидкость, есть условие, труба пустая, ложь, и труба полная, истина. Но, так как рядом с этим сенсором расположена не только труба, на которой он стоит, но еще и вот этот мотор, у него есть условия для этого мотора. Engine Blue, мотор синенький, в данный момент это ложь, потому что мотор сейчас у нас зеленый. Соответственно, истинный будет мотор зеленый. Также есть условия оранжевый и красный, тоже ложь. И вот эти условия, это уже про вот этот вот резервуар с жидкостью. Tank Empty. Резервуар пустой, ложь. Жидкость в резервуаре, жидкость в резервуаре, истина. Space for Liquid. Иногда истина, иногда ложь. То есть иногда можно залить в него еще немножко бензина. Иногда нельзя. Ну, потому что мотор бензин потребляет. Tank Full. Почти всегда должна быть истинной. То есть резервуар полный, совсем полон. И вот тот самый интересующий меня в данный момент случай. Engine Safe. Условия Engine Safe. Это мотор либо синий, либо зеленый. То есть он не собирается взрываться. Так вот. Давайте сделаем следующее. Если мотор не собирается взрываться, то спускать растетонный сигнал. И для этого мотора сделаем то же самое. Соответственно, теперь я могу убрать вот этот выключатель. Эти два мотора у меня будут работать до тех пор, пока в них есть бензин. И до тех пор, пока они не собрались взрываться. Если они станут оранжевыми, Engine Safe перестанет быть истиной, и они выключатся. Потому что растетонного сигнала здесь не будет. Ну и для этих тоже сделаю то же самое. Просто для того, чтобы было одинаково. И как я уже рассказывал, если мотор был выключен, когда он горячий, а потом опять включен, такой мотор сначала полностью остынет, и только потом включится, когда он будет с нулевой температурой. И вы видите, я поставил еще один сенсор на трубу рядом с помпой. Давайте посмотрим, что у этого сенсора есть для помпы. Вот эти два условия. Труба пустая, труба жидкость течет по трубе. Это для трубы, а вот это уже для помпы. Work Scheduled. То есть устройство, которое находится рядом с сенсором, запланировало работу. То есть требует энергию. Это истина, потому что помпа видит под собой воду и хочет ее сосать. И work done. Работа окончена. Это очень интересное условие. Ну, соответственно, для помпы это ложь, потому что ей есть чего качать. Ну и, соответственно, Redstone Signal On и Redstone Signal Off. Это условия, связанные с окружающей ситуацией. Дело в том, что вот эти элементы могут испускать Redstone Signal. Соответственно, вот этот элемент может этот Redstone Signal ловить. Давайте посмотрим про Work Scheduled на примере вот этого карьера. Расположим тут вот этот Structure Pipe, структурную трубу, и расположим на ней этот Gate. Соответственно, у структурной трубы нету никаких условий, связанных с самой трубой. Так что все условия у нас будут только с карьером. Ну и, соответственно, условия всего два. Работа запланирована. Это ложь, карьер закончен. И работа закончена. Соответственно, истина. Также существуют условия... Давайте посмотрим, для чего мы можем посмотреть условия. Например, конечно же, для сундуков. Для сундуков существуют условия... Сундук пуст. В данный момент это ложь, потому что в сундуке есть дерево. Есть предметы в сундуке. Это истина. Они там есть. Space in Inventory. В сундуке есть свободное место. Тоже истина. И Inventory Full, то есть сундук полон. Это ложь. Если я сделаю вот так вот... То есть полностью забью все деревом, но при этом в сундуке останется место под дерево, то Inventory Full все равно будет истиной. Даже если мы хотим запихивать в этот сундук дерево. Ну и давайте расскажу про Crafting Table. Crafting Table в терминах вот этих вот сенсоров является сундуком. Соответственно, для него существуют все те же самые условия, которые существуют для сундуков. Есть более интересная штука. Дело в том, что Buildcraft и Industrial Craft развиваются достаточно мощно, знают друг о друге. Поэтому у этих элементов есть условия, связанные с, например, Industrial Crafts, с хранилищами энергии. Вот это вот связано с сундуками, ну, потому что в МФСУ можно класть некоторые предметы. А вот это вот уже связано именно с работой вот этой машины. Капаситор Empty сейчас ложь, потому что этот капаситор, он не пуст. Капаситор has energy. Истина. В хранилище есть энергия. Капаситор Space for Energy. В этот капаситор можно залить энергию. Да, это истина. И капаситор Full это ложь, потому что он не полный. Вот, например, у меня есть полный. Для него капаситор Full будет истинный. Давайте посмотрим дальше. Эти условия специально для вот таких вот хранилищ энергии, которые умеют заряжать батарейки и заряжаться самим от батареек. Charging Empty Item. Мы сейчас заряжаем батарейку, и она пустая. Charging Partial Charged Item. Мы заряжаем батарейку. Ну, давайте я возьму какую-нибудь батарейку. И начну ее заряжать. Она начала заряжаться, и она уже не пустая сразу же, но она еще и не полная. Соответственно, Charging Partial Charged Item почему-то ложь. Довольно забавно. А почему? Должна быть истина. Charging Full Charged Item. Должна быть истина, если я положу полностью заряженный лопатрон. Да, стало истинной. И, соответственно, Discharging. То же самое про разряжание. Разряжание происходит в нижнем слоте. Соответственно, Discharging Empty Item будет истина, если энергия вот в этом лопатроне кончится. Partial Charged Item вот тут в этом случае у нас сработало. Соответственно, мы разряжаем, и он не полный, но еще и не пустой. И, соответственно, пытаемся разрядить полный лопатрон. Вот, например, вот в этом вот хранилище, в которое полное и в которое уже нельзя разряжаться. Discharging Full Charged Item должно быть истинной. Да, стало истинной. Ну и, соответственно, все. Также я вам хочу сказать, что существует довольно много интересных и довольно полезных условий специально для индустриал-крафтовского реактора. Это связано с сундуком, но дело в том, что реактор, это инвентарь, в который можно класть предметы. Существует всякий реактор Complete Le Cool. Это сейчас ложь, потому что реактор не полностью остужен, он чуть-чуть горячий. HES изотоп цел. Внутри находятся изотопные ячейки HES. Но изотоп цел. Внутри не находятся изотопные ячейки. Находится реинричт. Не находится реинричт. Соответственно, это для заряжания урановых ячеек. Вот, давайте посмотрим еще, как эти ворота... Ворота... Как эти элементы работают с индустриал-крафтовскими машинами. Ну, опять же, это печка. У нее есть два слота. Поэтому она является сундуком. Также, так как у нее есть внутреннее хранилище энергии для операций, у нее есть все то, что связано с энергией. Так как в нее можно положить батарейку, чтобы она работала. У нее есть все, что связано с батарейкой. И такие же, как и для, например, карьеров или помпы, условия. Но если для карьеров, как вы помните... Ну, давайте посмотрим на помпу. Для помпы эта штука называлась Work Scheduled. То есть здесь точно такая же штука называется Machine On. То есть машина включена и машина выключена. Машина включается, если нам есть что жарить. Давайте возьмем тот же самый кактус и начнем его жарить. Причем жарить мы его будем без оверклокеров. То есть жарить мы его будем медленно. Соответственно, Machine On. Machine Off стало ложью. Machine On. Да, тут на самом деле проблема с интерфейсом. Machine On стало истиной. Ну и, соответственно, если я вернусь оверклокеры, то кактусы начнут жариться мгновенно. Вот так вот сделаю. И сейчас... Все, Machine On уже выключился. Потому что у машины нет энергии для того, чтобы, собственно, работать. А почему у машины нет энергии, чтобы работать? Потому что я сломал кабель, которым она была подключена. Да, так иногда бывает. Если я ее... подключу к электричеству, она начнет жарить, она станет On. И как только она дожарит весь кактус, она станет Off. Соответственно, Machine Off. Ну и то же самое для остальных машин. Ну, также подобные условия есть для машины с Forrestry. Очень хорошие условия есть для Moda Logistic Pipes. именно для труб. То есть там можно определять, что происходит в сети Logistic Pipes. Но хорошо. Мы посмотрели, что такое обыкновенный гейт. Давайте посмотрим на следующую версию. Называется End Gate. End Gate размещается на трубе и имеет уже два условия. Соответственно, давайте возьмем действием для этого условия Ростонный сигнал. Дело в том, что это так же, как это сенсор, точно так же это еще и логический элемент. И если мы указали одно и то же действие, то для того, чтобы оно в результате выполнилось, а именно так как мы будем испускать Ростонный сигнал, то то, что действие выполнилось, мы обнаружим по вот этой лампе. например, pipe empty у нас стала истинной, труба пустая, и соответственно, так как мы не указали второе условие, у нас есть только одно условие, то элемент E обращает внимание только на одно условие. И так как оно истинно, он испускает Ростонный сигнал. Если я скажу, что одновременно хочу, если я скажу, что одно условие pipe empty, второе power traversing, которое ложное, Ростонный сигнал выключится. Потому что я указал одно и то же действие, и одно из условий для этого действия не истина. Если условие для этого действия станет истинной, то есть оба условия станут истинной, так как это E-элемент, то действие у нас выполнится. Но если я скажу, что мне нужно какое-то другое действие, не Ростонный сигнал, то оно уже влиять на результат вот этого действия не будет. Соответственно, это и элемент, если я указываю одинаковые действия, он требует, чтобы все условия для этого действия совпадали, для того, чтобы оно произошло. Элемент или, соответственно, работает через или, и ему достаточно, чтобы был хотя бы один. Ну что же, мы посмотрели на железный чипсет, на железный сенсор. Давайте посмотрим на золотой и алмазный. Золотой и алмазный сенсоры выглядят немножко поинтереснее, но, соответственно, у алмазного уже восемь условий, но самое интересное это не количество условий, а то, что эти условия более сложные. Давайте будем испускать редстонный сигнал в виде действия, для того, чтобы видеть, что происходит. И посмотрим, какие условия есть для трубы. Для трубы те же самые pipe empty и там traversing. Соответственно, труба пустая, труба не пустая. Не пустая труба будет в том случае, если по трубе, именно по вот этому участку трубы, на котором установлены ворота, и идет какой-нибудь предмет. О, замечательно работает. И теперь мы скажем, ну, соответственно, редстонный сигнал, это она обнаружила, что вот этот вот гейт может испускать редстонный сигнал. Pipe empty это простое условие, но item traversing по трубе идут предметы. Это условие сложное, и, как вы видите, стал активным вот этот слот. У него, например, можно сказать, что здесь мы интересуемся именно кактусом. И теперь, когда я кидаю куски трубы, этот сенсор на эти куски трубы не реагирует. Он реагирует теперь только на кактусы. Ну, и точно так же ведут себя и алмазный сенсор. Например, если я золотой размещу на трубе, по которой течет жидкость, для liquid traversing он может работать с этим мотором, а еще он видит вот эту цистерну, про которую может сказать, есть ли в ней жидкость. Но на самом деле меня сейчас интересует именно liquid traversing. ему можно указать, какую жидкость мы хотим определять. Для этого нужно ведро. Соответственно, давайте возьмем воду и бензин. Вода это ложь. Ну, потому что здесь течет бензин. Просто течет жидкость, это истина, потому что какая-то жидкость течет. Ну и, соответственно, можно сказать, что течет ли здесь бензин, и для бензина это станет истиной. То же самое тут точно так же работает интерфейс в алмазных воротах. Ну что же, мы посмотрели, как реагируют наши сенсоры. Давайте посмотрим, какие еще действия, кроме рецидонного сигнала, у нас бывают. Для этого нам потребуется вот эта проволока. Возьмем красную проволоку. Красная трубная проволока она называется. Это желтая, это зеленая трубная проволока и так далее. Но на самом деле это даже не проволока, это такая система передачи сигнала. Ну, например, расположим здесь красную проволоку, возьмем себе кусочек обсидиановой трубы, чтобы запихивать предметы в вот эту трубу и расположим на трубе, на которой есть этот плохой вариант, вот этот вариант получше. расположим на этой трубе обыкновенные ворота и посмотрим, какие у нас появились действия. Никаких действий у нас не появилось, потому что эти ворота были созданы без использования проволоки. А вот если мы поместим сюда стальные или железные, то у нас появилось действие включить красный сигнал. Соответственно, давайте сделаем условие pipe item traversing и покидаем в эту трубу кактусы. Как только кактус проходит по... Ух ты! и вот эта железная труба его не пускает дальше. Как только кактус проходит через наш сенсор, сенсор включает вот этот красный сигнал на трубе. и, соответственно, давайте поместим редстонную лампу вот здесь и поместим еще один железный сенсор, у которого условием будет красный сигнал включен и на красный включенный сигнал он будет включать редстонный сигнал. И посмотрим, что у нас получится. Соответственно, как только у нас предмет проходит по трубе, вот этот сенсор включает сигнал, этот сигнал, так как это один кусок проволоки ловится вот этим вот сенсором, который включает вот эту лампу редстонным сигналом. Давайте разместим здесь желтую или давайте разместим синюю проволоку и посмотрим на то, что нам скажет про синюю проволоку железный сенсор. Железную проволоку железный сенсор не видит и условия для синей проволоки у него тоже нет. Дело в том, что при его создании синяя проволока не использовалась. Синюю проволоку видит например золотой или алмазный. Соответственно, вот этот видит уже два разных типа сигнала. Ну и соответственно, если я размещу здесь желтую или зеленую, золотой ее не видит, потому что при его создании она не использовалась. Вот он видит только красную или синюю. Соответственно, желтую и зеленую проволоки видят исключительно алмазные сенсоры. Собственно, вот. Алмазный сенсор создан из всех четырех и соответственно алмазный видит все и умеет работать со всеми. Давайте посмотрим на свойства вот этой вот трубы. В чем на самом деле ее прелесть. Дело в том, что иногда нам нужно перетащить трубный сигнал с, например, трубы для жидкости на трубу для например, где-то здесь с трубы для жидкости на трубу для передачи энергии. И вот я веду этот сигнал, веду проволоку. И так как эти трубы не соединяются, эта проволока у нас здесь не соединяется. Что нам делать? Ну, конечно же, использовать вот эту структурную трубу. Дело в том, что она не соединяется ни с чем, но она умеет забирать проволоку с трубы любого типа на себя и отдавать ее дальше. То есть она является таким промежуточным носителем вот этого сигнала, если нам нужно перетащить сигнал с какой-то трубы на какую-то или нам нужно, чтобы эти трубы не соединялись. Например, у меня есть вода в трубе и есть еще одна труба с бензином. Я не хочу, чтобы они соединялись, но я хочу передать сигнал с одной на другую. Ну и, например, для того, чтобы передать сигнал из вот этой трубной системы. Вот к этой трубной системе мне достаточно сделать вот так. Давайте я поведу желтый сигнал. И вот можно вести дальше желтый сигнал. Это одна и та же проволока и она будет передавать сигнал отсюда туда, оттуда сюда. Ну что же, мы посмотрели на эти гейты, посмотрели, как они работают. Я даже придумал для них хорошее название сенсор. Это прекрасная штука в третьем билдкрафте. Как я уже говорил, для дополнительных модов, которые о ней знают, она дает довольно прекрасные, хорошие условия, разнообразные. И дело в том, что авторам модов довольно легко использовать этот интерфейс. Он специально описан, он специально разрекламирован, и довольно много модов его используют. Так что, если вы хотите делать сложные системы, используйте такую штуку. И на этих сенсорах этот гайд по билдкрафту кончается. Но не кончается эта серия гайдов по билдкрафту, поэтому оставайтесь со мною. Как только выйдет билдкрафт 3.1.6, конечно же, я сразу начну о нем рассказывать. Дело в том, что 3.1.6 билдкрафт уже почти готов, и я точно знаю, что когда выйдет майнкрафт 1.3, сразу же к нему выйдет билдкрафт 3.1.6. Ну и также, конечно же, я буду рассказывать обо всех модах, которые специально для билдкрафта. Я уже заготовил целую программу о том, что именно я буду рассказывать. Так что, действительно, оставайтесь со мной, будет много интересного. Ну что же, с вами был Ваня, счастья, радости, пока!